всем привет меня зовут александр мирошников и сегодня в нашей рубрике что должен знать и уметь персональный тренер мега уважаемый человек как всегда интересная и занимательная тема виктор николаевич нас инфицировал вирусом поиска митохондрий и мы как зомби ходим и ищем методики средства и различные способы программы тренировок для роста митохондриального аппарата что нового можно здесь сказать а нового очень много и так вперед вперед к знаниям как только мы с вами захотим говорить о росте митохондриального аппарата тогда мы должны сразу фиксировать три больших маркера это прежде всего пиджи си один альфа есть главный регулятор митохондриального биогенеза и фундаментальный маркер сопровождающий адаптацию митохондрий к тренировочным нагрузкам но в последние годы появился новый белок и 53 который стал ключевым участником метаболизма субстратов и биогенеза митохондрий также выделяет пи hf20 он важен для стабилизации и повышения уровня пи 53 вот когда мы говорим об росте митохондриального аппарата необходимо хотя бы зафиксировать эти три важных белка и так я вас отсылаю к серьезным исследователям роста митохондрии от аэробных тренировок мы видим это граната 2016 год маккал вниз 2016 год и серпи ел 2012 год работы сумасшедшие уже скоро покажут рост митохондрии непосредственно уже на телевизоре поэтому знакомьтесь изучайте ученые с мировым именем и давайте с этими работами частично познакомимся и так буду следовать понятийному аппарату гибала и мы видим lsd это не то что вы подумали а это длительная тренировка дальше сид спринтерский интервал обычно используют 30 секунд мощнейшие интервалы и высоко интенсивные интервалы различные модификации от одной до четырех минут и это у нас так называемая тренировка хит и мы видим что граната из автора использовали все три протокола упражнений lsd хит и сид и после четырех недель тренировка следы наблюдали 25 процентное увеличение максимально меткандриального дыхания только в группе сид спринтерские интервалы при этом никаких изменений не наблюдали в группах lsd и группах хит и делается вывод почему же увеличился метахондриальный биогенез а потому что был повышенный уровень метахондриального дыхания в группе сид сопровождался изменениями как раз в этих трех белках кстати другие авторы в отличие от работы граната показали что хит также оказывает влияние на рост метахондрии и я вам привожу как раз эти работы обязательно ознакомьтесь с ними и вот такой можно сказать анализ 2017 года нам сообщает в целом эти исследования показывают что интенсивная тренировка важна для роста метахондриального аппарата а то есть гиперплазии митохондрии тогда как для гипертрофии митохондрии необходим больший объем тренировочных занятий это хорошо мы видим на рисунке мы видим что сид и хит в основном дает нам адаптацию митохондрии с точки зрения гипертрофии а вот длительная тренировка как раз способствует гиперплазии митохондриального аппарата и все-таки говорить дальнейших исследованиях следует использовать электронную микроскопию и энди идентифицировать другие маркеры не только эти три белка которые могут более отражать митохондриальную активность например уже померить митохондрии субсарколемы и интермиофибриллярные митохондрии их можно уже померить посмотреть и может быть уже даже потрогать их массовые изменения скелетных мышцах вот до чего доходит современная наука коллеги ну максимум осталось год или два как электронная миоскопия даст нам ответы на все вопросы мы будем делать непосредственно упражнения и наблюдать на компьютере как изменяются наши органеллы клетки вот так шагает современная наука если вам фильм понравился то не забываем ставить лайк и конечно же подписываться на наш канал на самые занимательные веселые практичные а главное научные темы все пока пока